МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го канала продолжит информационная программа Воронеж. События. Факты. Смотрите сегодня в выпуске. Трагические цифры в Воронежской области за минувшие сутки от ковида скончались 26 человек. Воронежстаты информируют, в регионе выросли цены на базовые продукты питания. В доме Гординина, возможно, появится музей. Воронежские власти обсудили судьбу безнадзорного памятника архитектуры. Водопой для паровозов. История и наши дни поселка Колодезный. К новостям региона мы вернемся после краткого обзора событий в стране и мире. В Бангкоке протестующие выступают за реформу монархии. В четверг, в Национальный день прав человека, митингующие вышли на улицы города. Они требуют отменить статью 112 Конституции страны, по которой запрещается оскорблять и клеветать на королевскую семью. Недавно этот закон использовался для подавления студенческих протестов. По заявлению руководителя антиправительственного протестного движения, в течение месяца по этой статье были задержаны более 20 человек, за нарушение которой наказывают лишением свободы сроком до 15 лет. В четверг, второй день подряд, в албанском городе Тирана протестующие сжигали мусорные баки и бросали камни в полицейских у правительственных зданий. Они выступают против правительственного запрета на проведение крупных общественных собраний. Протесты начались после того, как во вторник 25-летний Кладиан Раша был застрелен полицией. В местных правоохранительных органах заявили, что он нарушал комендантский час, введенный из-за пандемии COVID-19. По словам МВД, он держал в руках предмет, похожий на оружие, и не подчинялся приказу сотрудника полиции, пишут аргументы и факты. В среду митингующие требовали отставки руководителя ведомства Сандера Льешаджа. На следующий день он подал в отставку из-за этого инцидента. В Великобритании недалеко от Брейнтри в Эссексе открылась первая в мире зарядная станция, которая предназначена исключительно для электрических транспортных средств. Она работает на солнечной энергии. В четверг она приняла первых посетителей на территории комплекса. Помимо почти 40 современных топливных насосов представлены оздоровительный центр, конференц-залы, кафе и почтовое отделение. Примечательно, что в оздоровительном комплексе представлены два велосипеда, которые подключены к сети, что означает, что клиенты могут заряжать свои транспортные средства своими собственными двумя ногами. Станция принадлежит компании Гритсерф. Следующий подобный комплекс могут построить недалеко от Норвича. 10 декабря в Баку прошел военный парад, посвященный победе в Нагорном Карабахе. В нем приняли участие более трех тысяч военных. Было задействовано примерно 150 единиц техники, сообщает Министерство обороны Азербайджана. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган также принял участие в параде. Тот факт, что Азербайджан спас свою территорию от оккупации, еще не означает, что борьба закончена. Борьба, которая до сих пор велась на политической и военной аренах, теперь будет продолжаться на разных фронтах, заявил Эрдоган. Бывший начальник отдела полиции номер 5 Дзержинский у МВД России по городу Новосибирску Александр Горощенков признан виновным в получении взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба областного отдела Следственного комитета. Следствие и суд установили, что обвиняемый получал взятки в виде еды и напитков в кафе «Березка» на общую сумму 53 тысячи рублей. Получая взятку, бывший начальник закрывал глаза на то, что предприниматели самовольно разместили на муниципальной земле торговые объекты. Горощенков полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. Дело в отношении предпринимателей, которые давали взятки Горощенкову, расследуются отдельно. Новости нашего региона. По данным сайта СтопКоронавирусРФ, за последние сутки в Воронежской области выявлено 378 заболевших COVID-19. Областной оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки поправились 486 пациентов. 26 человек с диагнозом COVID-19 скончались. Между тем, 10 декабря состоялось региональное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу, где губернатор Александр Гусев подписал распоряжение о выделении дополнительных средств по ряду направлений. Подписано распоряжение о выделении дополнительных средств на приобретение лекарств для амбулаторных больных, которые лечатся в амбулаторных условиях, на дополнительную закупку морозильных устройств к моменту, когда массово будет приходить нам вакцина 17 миллионов, эти цели выделили, и на покупку оборудования для обеззараживания воздуха в поликлиниках. Всего там более 50 миллионов рублей. В принципе, деньги уже выходят, поэтому я прошу там оперативно закупки соответствующие провести. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игоря Механтьева, в структуре заболеваемости COVID-19 стали преобладать бессимптомные формы. Их число увеличилось с 9 до 12% за счет выявления носителей в групповых очагах. По данным санитарных врачей, за последнюю неделю в регионе отмечается рост ОРВИ на 3%. Александр Щукин доложил, что на госпитализации с коронавирусом сейчас находится 3627 человек. Всего в регионе развернуто 4550 коек для больных с коронавирусом в 37 медицинских организациях. Руководитель департамента рассказал, что в области продолжают бесплатно выдавать лекарства от COVID-19 тем, кто лечится на дому. Препараты получили уже более 8,5 тысяч воронежцев. В медучреждениях создан трехмесячный запас лекарственных средств для пациентов с коронавирусом. Ольга Ломакина, 41 канал. Воронежстат посчитал, что стоимость минимального продуктового набора горожан в ноябре 2020 года составил 3681 рубль. Это почти на 7% больше, чем в декабре прошлого года. Между тем, президент России Владимир Путин в ходе последнего совещания по экономическим вопросам призвал членов правительства обратить внимание на рост цен на базовые продукты питания, заявив, что причины ситуации не связаны с мировой эпидемиологической обстановкой. В чем отказывают себе воронежцы, выясняла Галина Жукова. Потребительские товары и услуги в регионе с начала года подорожали почти на 6%, как и продовольственные товары. При этом стоимость минимального продуктового набора в Воронеже за 11 месяцев тоже увеличилась. Объясняется это в первую очередь с повышением цены на такие важнейшие виды продуктов питания, как рис, репчатый лук, яблоки, пшеничная мука, свинина, подсолнечное масло, морковь и картофель. Цены на эти виды товаров поднялись у нас где-то на 8-33%, то есть от 8 до 33%. Но лидером по росту цен за этот период стал у нас сахар. Цены на сахар с начала года поднялись почти в два раза. Продуктовая корзина в период пандемии заметно стал легче. Существенное подорожание цен почувствовали на себе и воронежцы. Ой, ну что, гречка, сахар, вот такие вещи, крупы в основном, и сахар вот этот подорожал. Продукты первые необходимы, так скажем. Только сейчас яйца брали, подорожали, прям вот за месяц, да, Кать? Да. Они сходили, они дешевле были, а в этом вот пошли на базу, мы ходим там привозим, они подорожали. А за сколько сейчас за месяц? Ну, самые плохие за 65. А хорошие 78-80. Во-первых, первое, что подорожал, сахар, хлеб, макаронные изделия. Ну, уже не говоря там о мясных, уже на них и не смотрим. Я бы сказала, практически все. Начиная от хлеба и заканчивая какими-то деликатесами мясными. И каждый день заметно, вот особенно заметила по подсолнечному маслу. Цена взлетела неимоверно, в два раза почти. Подсолнечное масло обходится воронежцам от 100 рублей выше. Подорожание этого продукта в целом по России связывает с увеличением экспортных цен на мировом рынке масла, которые с августа выросли на 40%. По наблюдениям аналитиков, в этом году аграрии начали неконтролируемо продавать масло за границу. К тому же из-за засушливого лета упал урожай подсолнечника, что также сказалось на цене. Такие виды товаров, как мука, подсолнечное масло и сахар, поднимаются цены, начиная с цен сельхозпроизводителей, что объясняется производителями сельскохозяйственными, как более низким сбором урожая в текущем году. Соответственно, далее идет рост цен производителей промышленных товаров, ну и конечная цепочка, это мы с вами, потребители. В ООН предупредили, что в 2021 году мировые цены на продукты могут рекордно пойти вверх. Они достигли уровней, которые в мире давно не наблюдались, и у бедных граждан уже 50% доходов уходит на продовольствие. Ой, все уходит на питание и на таблетки. Вот у меня 10-800 пенсий. Честно говоря, если бы дочь не помогала, мне хватает. Именно в период пандемии продовольственная инфляция в России начала набирать обороты. На некоторые виды товаров цены взлетели на 40%. Мне кажется, это все связано с короной. Вот эти монополисты подняли, хотят нажиться, но они не подумали головой, что народ-то вы обираете, просто обираете. В ситуацию с ценообразованием пришлось вмешаться самому президенту. По словам Путина, рост цен никак не связан с коронавирусом и должен быть взят под контроль. Он обратил внимание на необоснованное повышение цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности. Сразу после этого к решению проблемы подключился премьер Мишустин, который подчеркнул, что речь идет о крайне чувствительной для людей теме. Он призвал производителей и руководителей торговых сетей не наживаться на людях и заявил о необходимости принять решительные меры и разобраться с ценообразованием. Теперь ответственные за решение этого вопроса министерства и ведомства должны подготовить все необходимые документы по нормализации цен на продукты к утру понедельника 14 декабря. Галина Жукова, Александр Панин, 41 канал. Цены на подсолнечное масло и сахар заморозят. Об этом сообщает источник в правительстве. Михаил Мишустин высказался в адрес чиновников по поводу недопустимого роста цен на продукты этой осенью, отметив, что они пустили все на самотек. РИА Новости сообщают, ссылаясь на источник в правительстве, что бизнесу были даны рекомендации, что подсолнечное масло должно стоить не дороже 110 рублей за литр, а сахар не выше 45 рублей за килограмм. Что касается оптовых цен, то цена на подсолнечное масло 95 рублей за литр, сахар 36 рублей за килограмм. Эти рекомендации были озвучены на площадке Минсельхоза во время совещания по стабилизации цен на продукты питания. Михаил Мишустин считает, что на тенденцию подорожания продуктов нужно было обратить внимание еще осенью. Но ситуацию тогда упустили, а это недопустимо в условиях снижения доходов граждан. Олеся Олесюк, 41 канал. 7 декабря губернатор Александр Гусев вместе с руководителем управления по охране объектов культурного наследия области Владимиром Перцевым обсудили дальнейшую судьбу дома Гординина, который является объектом культурного наследия федерального значения. Старейший воронежский дом сейчас выглядит как тяжело больной. Последние его жильцы съехали отсюда 5 лет назад, и с тех пор под его старой крышей собираются на ночь только бродяги. Трудно поверить, что когда-то здесь жила одна из самых богатых воронежских семей. Ближе к концу 17 века они дружили с губернатором, наместником Тамбовского края, знаменитым Гаврилом Романовичем Державиным. И был у них очень интересный проект торговать воронежской пшеницей через Крым с турками. И Екатерина, собственно, уже дала свое добро, но были нажаты нужные рычаги конкурентов, и проект, к сожалению, не воплотился в жизнь. Усадьба была построена примерно в 1720 году. Это был первый в городе дом, построенный из кирпича. До этого Гординины жили на набережной. Но когда Петр затеял строительство флота, то приказал снести все постройки возле реки. Тогда-то семейство и перебралось в переулок Фабричный, в те годы окраина Воронежа. На холме над Чернавским логом стояли цеха с уконной мануфактуры. Гординины одни из первых, если не первые, вообще стали заниматься сукном в нашем крае. Поставка в русскую армию. Сукна – это великолепный заказ. Сукончик Потап Гординин построил только этот дом. Другие постройки возвели его наследники, которые в 40-х годах 19 века продали дело и часть усадьбы. Но владелец занимался благотворительностью и решил отдать свое имущество под школу кантонистов. Потом здесь обитали солдатские штрафники. Дома досталось. Он сильно пострадал за все это время и мог не дожить до наших дней. Если бы не один железнодорожный рабочий, проходивший мимо в начале 20-х годов прошлого века. Фамилия Мироненко. Он ходил по городу Воронежу, искал жилье, где бы ему жить. Нашел пустущий дом. Он тогда на тот момент вставал. Поселился. Ну и потом стали другие рабочие селиться. И уже ближе к концу 20-х годов пришлось все это законодательным образом оформить. Дом стал официально существовать. Коммуникации были какие-никакие подведены. Таким образом он обрел новую жизнь. Сейчас дом Гординина по адресу переулок Фабричный, 12, на Перепутии. Чиновники решают, что делать с объектом культурного наследия. Один из вариантов – музей. Это вполне возможно, так как перегородки, возведенные во время использования здания как многоквартирного жилого дома, можно демонтировать. Объектом охраны они не являются. Другой вариант – передать дом в аренду с условием поддержания его в надлежащем состоянии. Сейчас разрабатывается техзадание. Специалисты оценят стоимость работ. После этого власти будут искать источник финансирования. Помимо дома номер 12, пообещали позаботиться и о прочих постройках. Примечательно, что вопросы, касаемые реставрации усадьбы, удалось решить сразу после уничтожения исторических зданий на территории хлебозавода номер 1, что вызвало колоссальный общественный резонанс. Егор Китаев, Александр Панин, 41 канал. Мы продолжаем знакомить вас с интересными местами Воронежского края. Наши журналисты накануне побывали в поселке Колодезный Каширского района, который появился благодаря железной дороге. Об истории и дне сегодняшнем этого населенного пункта Елена Цветкова. Каширский район расположен почти в центре Воронежской области. В его состав входят 14 муниципальных образований, в том числе и поселок Колодезный. Сейчас здесь проживает порядка 7 тысяч человек. Еще в середине прошлого века здесь ничего не было, но вскоре из соседних сел сюда пригнали крестьян с лопатами и тачками строить железную дорогу. Был такой воронежский предприниматель, который впервые еще хотел соединить вот эти вот губернии, вот нашу воронежскую, ростовскую, московскую. Да, и он первый предложил сделать вот узкоколейку железную дорогу. Ну и, конечно, около каждых поселений ставили вот станции. Рабочих нужно было расселять, и тогда на месте железнодорожной станции Олень-Колодезянская образовались первые бараки. После запуска юго-восточной железной дороги Москва-Ростов был открытый полустанок. В 1887-м здесь насчитывалось 36 жителей. Теперь от бараков не осталось и следа, они исчезли еще в 1900 году. В этом же году станция обросла поселком и прозвали его Колодезный. Бытует мнение, что такое название поселок получил не случайно. Станция Колодезная находится в середине пути, между Воронежем и Лисками. По ней ходили паровозы, топились дровами и заправлялись водой. Только воды им хватало как раз до середины пути, то есть до станции Колодезной. На станции останавливались составы, совершали заправку и ехали дальше в Лиски. Со временем значение и грузооборот станции значительно вырос. В связи с этим и увеличилась численность жителей. Достопримечательность того времени – дореволюционное здание вокзала, сохранившееся до наших дней. В годы войны около станции Колодезной располагался военный госпиталь. Большая часть населения работала или санитарами, или врачами. Принимали и спасали раненых, и хоронили павших солдат. Со всех фронтов проезжали поезда, сами понимаете, всех и мертвых, и живых. Поэтому у нас не памятник, а братская могила. До сих пор поисковики находят кто-то своих родственников, которые именно захоронены у нас здесь. После военные годы хорошо помнит коренная жительница Юлия Нечаева. Ей 81 год. Всю жизнь проработала на здешнем элеваторе заведующей лабораторией контроля зерновых культур. Этот элеватор по-прежнему стоит неподалеку от ЖД вокзала. Раньше в Каширском районе выращивали не только зерно на экспорт, еще и ячмень, подсолнечник и горох. По словам Юлии Григорьевны, для многих в поселке работа в поле была основным видом деятельности в то время. Наше дело было хранить зерно. Врач лечит человека, а я на своей работе лечила зерно, чтобы оно сохранилось. Это же тоже живой организм. Букашки едят, если влага попадет, испортится. Если много сора, там солома, да, тоже портится. Поэтому, значит, моя цель была со своим штатом и вообще весь элеватор работал на то, чтобы принять, переработать и потом отгрузить уже по назначению. Грузили мы куда? На мельницу, в основном, в Воронеж. Но мы грузили за границу, это нам даже давали премию. Вот. Потом, значит, привалки много грузили. Это в основном пшеница. Платили за такой труд совсем немного, потому и пенсия у Нечаевой сейчас совсем небольшая. Хотя отдала она этому делу всю свою жизнь. Но Юлия Григорьевна не сетует на то, что эпоха развитого социализма подошла к концу. Наоборот, благодарит то время за то, что смогла получить жилье от государства и вырастить двоих сыновей. Я, например, когда приехала работать, было 345 рублей. Это, ну, ниже некуда. Потом через полгода или через год стали 600 давать. Это тоже низкое. Ну, потом постепенно 700-800. И дошло до 900. И на этом, потом, значит, поменялись деньги. Было не 900, а 90. И на этом застопорилось все. Очень низкое. Нигде такой зарплаты не было. Потому что почему-то элеваторы мало получали. Теперь в основном все работают на частных предприятиях. Землю здесь выкупили агрохолдинги. Расположился тут и маслоперерабатывающий завод. Один из крупнейших в стране. Среди здешних старожилов здесь очень много рукодельниц и художников. В стенах Дома культуры уютно расположился краеведческий музей. Помещение, правда, небольшое, но в планах у его хранителей переезд в более просторное место. В здешней школе учатся 600 учеников. Они с удовольствием посещают этот музей. Когда образовался наш музей, у нас прям сразу школа. Краеведение. Дети с первого класса и старшей классы. Вот этот урок краеведения очень часто у нас здесь проводят. Здесь бережно хранятся самовары, гончарные изделия ручной работы, вышивки и различная кухонная утварь, отражающая исконно русскую культуру. По словам Веры Ивановны, сюда передают даже семейные реликвии. Это называется мерки. Если вот старые люди увидят, они вспомнят. И это давалось в приданной каждой девушке в деревне. Почему? Когда развивались колхозы, раньше же не давали денежные вознаграждения, зарплаты. Раньше давали как? На трудодни давали зерно, хлеб. И вот этими мерками они мерили. Вот этой меркой мерили более мелкий, там, прос или что-то такое. Подобные вещи создавались вручную и только из натуральных тканей. Берется тоненький тростник, тростник сушат, вялят, потом его скручивают в жгуты, и эти жгуты потом уже связывают плотной ниткой. А так это камыш или тростник. Сейчас поселок Колодезный принято считать крупным аграрным центром области. Агропромышленные предприятия поселка занимаются выращиванием зерновых, подсолнечника и кормовых культур. На переработке собранного урожая заняты местный элеватор, зернохранилище и маслобойня. Ключевым звеном этого комплекса по-прежнему является грузовая станция железной дороги Колодезная. Потому как большая часть продукции отправляется в большие города для дальнейшей переработки. Раньше здесь работала еще и птицефабрика, из-за которой в домах у жителей испортилась питьевая вода. Пока эта проблема остается актуальной до сих пор, а местная администрация надеется на скорейшее ее решение. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. В микрорайоне Шилова на улице Острогожская 11 декабря рухнул строительный кран. Гусеничный кран РДК, который использовали для подачи стройматериалов на первый этаж, упал примерно в 9 утра. Первым об этом рассказали пользователи в соцсетях, отметив, что рядом находится школа и в этом месте часто ходят дети. При падении тяжелая техника задела припаркованный автомобиль Митсубиси, в котором в этот момент находились люди. К счастью, никто не пострадал. Строительные компании отметили, что сам кран новый, подвела база, на которой он стоял. Производители уже направили претензию на брак. А теперь о погоде в Воронеже и области. Субтитры создавал DimaTorzok Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях. А также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41-го канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok